Всем привет, друзья! Меня зовут Собирьи Никеев, и вы на моем канале Гальский Всадник. Войны французской революции внесли очень серьезные изменения в тактику пехоты. Она стала более гибкой, и вместе со старыми неповоротливыми линиями все чаще использовали маневренные колонны и рассыпной строй стрелков. И вот об этих бойцах, которые были самыми меткими стрелками наполеоновской армии, я сегодня и расскажу. Но для начала отскочим немного назад. 18 век — это период абсолютного господства линейной тактики на поле боя. Главными действующими лицами сражений были сомкнутые линии пехоты, где на каждого бойца в строю приходилось, ну, сантиметров 60. Все маневры, все перестроения выполнялись четко, слаженно по команде офицеров. А ставка делалась на ведение залпового огня, когда одновременно стреляли десятки и даже сотни человек. Смысл был в том, чтобы за один раз обрушить на противника максимальный шквал свинца. При том, техническом уровне вооружения это был самый рациональный и здравый способ ведения боя. Потому что точность стрельбы, особенно в сравнении с современными стволами, была, откровенно говоря, никакущая. И одиночный огонь был крайне малоэффективен. Углубляться не буду, потому что, по-хорошему, линейная тактика — это тема для отдельного ролика. Напишите в комментариях, хотели бы вы увидеть такой ролик. Но, тем не менее, военные 18 века понемногу начинают задумываться о легкой пехоте, которая бы действовала более свободно и инициативно. Конкретно во Франции легкая пехота нового времени ведет свою историю где-то с конца 17 века. Тогда в королевской армии существовали так называемые вольные роты. Народец там был лихой, с дисциплиной не очень дружил, зато сорвиголов, авантюристов и всякого сброда там было сполна. Часто это были иностранные подданные, и только Господь знает, какие прегрешения заставили их покинуть родину. Постепенно в европейских армиях появились подразделения егерей, которые хотя бы в идеале должны были уметь метко стрелять. Минутка занимательной этимологии касаемо слова «егерь». Оно переводится с немецкого языка как «охотник». В армиях германских государств, а также в Российской империи так называли солдат легкой пехоты. Во Франции для этих же целей использовалось слово «шассер», что тоже переводится с французского как «охотник». Логика в обоих случаях была абсолютно одинаковой. В легкую пехоту стремились набирать сыновей лесничих, жителей лесных или горных регионов, которые были не понаслышке знакомы с меткой стрельбой, которые отличались инициативностью и умели, самое главное, ориентироваться на местности. В легкой пехоте все эти навыки были исключительно полезны и важны. К моменту революции в составе армии Франции находилось 12 батальонов егерей, общей численностью примерно 5,5 тысяч человек. Именно на их основе потом и сформируют полки легкой пехоты, которые и будут сражаться на полях сражений революционной эпохи. Но важный нюанс по поводу тактики. В начале революционных войн действительно предполагали, что вот линейная пехота будет сражаться, как и положено, в линиях, а легкая пехота будет поддерживать линейную метким огнем действовать в рассыпном строю. Но в реальных условиях все это разделение труда не работало. Потому что и легкая пехота не могла обойтись без навыков боя в плотном строю. Если на рассыпанных стрелков налетит кавалерия, уверяю, это все очень быстро и очень плохо закончится. Но и линейная пехота не могла надеяться, что рядом будут постоянно тусить стрелки, которые ее прикроют. В итоге к началу 19 века французская пехота явно двигалась в сторону универсальности. Реальные различия между легкой и линейной пехотой постепенно стирались. Всем пришлось уметь действовать и так, и так. И в стрелковой цепи, и в сомкнутом строю. Друзья, великую армию содержал император Наполеон. А помочь выходу новых роликов можете вы и прямо сейчас, поддержав меня на платформе Sponsor.ru или на Boosty, если вы смотрите меня не из России. Давайте содействовать просвещению и вместе бороться со лженаукой. К моменту прихода к власти Наполеона во французской армии формально отчислились 100 полков линейной пехоты и 30 легкой. И буквально перед самой войной Третьей коалиции, а началась она в 1805 году, во всех пехотных полках были введены роты вольтежор. Кстати, если термин шоссер или егерь обозначает охотника, то слово вольтежор происходит от французского глагола вольтеже, порхать. В то время каждый батальон французской пехоты и легкой и линейной состоял из 9 рот. 8 рот фузелер и 1 так называемая элитная рота. Это могли быть гренадеры или карабинеры, неважно. Поступили следующим образом. В каждом батальоне расформировали одну из рот, а ее солдат распределили по оставшимся. Но при этом всех самых лучших, метких, смышленых и храбрых солдат низкого роста свели в роты вольтежор. Официально элитный статус за вольтежорами закреплен не был. И тем не менее, жалование у них было сопоставимо с жалованием гренадер. А перевод в вольтежорскую роту уже рассматривался как поощрение. Теперь в батальоне было 7 рот фузелер, 1 рота сильных и высоких солдат для ударных действий, и 1 рота тоже лучших бойцов, но выполнявших роль застрельщиков. Задача вольтежор входила быть ближе всех к противнику, действуя в рассыпном строю, постоянно беспокоить его убийственно метким огнем, наносить потери и таким образом предварять наступление основных сил. Вот здесь-то и нужны были меткость, дерзость и способность быстро ориентироваться в постоянно меняющейся обстановке боя. Вот что писал о французских стрелках русский генерал Родожицкий. Можно было любоваться увертками ловких стрелков. Их маневры беспрестанно менялись по местоположению. То перебегали они из куста в куст, то прятались за камень, стреляли из-за дерева. Французы отличались проворством, а наши отвагой и бесстраши. И под конец давайте немного про вооружение. Нас, историков и реконструкторов, постоянно спрашивают, а была ли легкая пехота Наполеона вооружена нарезным оружием. Если коротко, то нет. До этого так и не дошли. Наши предки совершенно точно не были идиотами. Европейцы уже начиная с 16-го и 17-го веков прекрасно знали о том, что нарезы в канале ствола серьезно повышают точность и дальность стрельбы. Но тогда производство нарезного оружия было просто невероятно сложной и трудоемкой задачей. Эпоха наполеоновских войн знает примеры подразделений, чьи солдаты были поголовно оснащены нарезным оружием. Все отлично помнят британский 95-й стрелковый полк, известный по циклу романов о приключениях королевского стрелка Шарпа. Но в начале 19-го века производство нарезного огнестрела по-прежнему оставалось очень сложным и дорогим. И это при том, что преимущества нарезных карабинов еще отнюдь не компенсировали их недостатки. Перезарядка дольше, она требует большей аккуратности и высокой степени обученности стрелка. А ресурс стрельбы при этом гораздо меньше, потому что нарезной ствол надо чистить гораздо чаще, чем гладкоствольное пехотное ружье. И все же в 1806 году Наполеон приказал возобновить производство нарезных карабинов. Однако вплоть до падения его империи в 1815 году было произведено не более полутора тысяч экземпляров этого оружия. Что же до легкой пехоты Великой Армии, то нет. Она нарезного оружия в массе своей так никогда не получила. Солдаты вольтежорских рот имели на вооружении укороченные на 10 сантиметров версии пехотных ружей, точно такими же, которыми оснащались военнослужащие драгунских полков. Вооружение же егерских рот легкой пехоты вообще ничем не отличалось от линейных полков. Это была все та же стандартная пехотная фузея модели 1777 года. Кстати, ролик о ней есть на канале. Изначально предполагалось, что офицеры и унтер-офицеры вольтежорских рот будут вооружаться нарезными карабинами. Однако в эпоху Наполеона до этого так и не дошли. Хотя известно много случаев, когда командиры приобретали себе для службы нарезные карабины за свой счет. Друзья, огромное спасибо всем, кто досмотрел до конца. Пишите свои вопросы в комментариях, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал и поддерживать меня на спонсоры Бусти. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Выражаю благодарность тем, кто поддерживает меня на спонсор и Бусти. Этот ролик выходит благодаря вашей поддержке. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...